Трёхочковый бросок возможно самое важное умение в современной НБА, однако игроки обладающие подобным скиллом ценились всегда, буквально с момента когда в лиге появилась та самая трёхочковая дуга. И нетрудно догадаться, что за всю историю набралось немало легендарных специалистов в данном аспекте. В сегодняшнем видео я бы хотел поговорить как раз о них, представить свой топ из 10 лучших снайперов НБА All Time, классический список основанный на моём субъективном мнении, прошу это помнить. Сразу же скажу, что я не ориентируюсь только на общее количество реализованных трёхочковых бросков за карьеру, формула будет посложнее. Я планирую учитывать общее количество попыток, количество реализованных бросков и естественно процентное соотношение данных показателей. Как всегда, всем доброго времени суток дорогие друзья, надеюсь что у вас хорошее настроение и вы готовы к погружению в мир великих шутеров. От вас я попрошу лишь лайк и подписку на мой канал, всё как всегда, минутка полезной рекламы и приступаем к просмотру. Уверен, что вы как и я сталкивались с проблемой дефицита оригинальных брендовых вещей на нашем рынке. Так вот сегодняшний спонсор данного ролика, магазин «Всё везём» поможет вам решить эту проблему. Ребята занимаются продажей оригинальных брендов через китайский маркетплейс «Пойзон». Цены там на 40, а то и 50% ниже, нежели на нашем рынке. Кроссовки, джерси и многое другое. Строгая проверка сервиса на оригинальность путём лабораторных испытаний исключает любые подделки. Изюминка данного магазина, конечно же, самая низкая цена за все услуги. 2000 рублей за единицу товара и фиксированный курс юаня в 13 рублей. Доставка от двух до трёх недель. Также присутствует канал с отзывами и удобным ботом для расчёта конечной стоимости. Подробный гайд по «Пойзону» вы найдёте, перейдя по ссылке в описании. Ещё одним интересным моментом является уникальная услуга магазина. Ребята предлагают покупателям выкупить, например, нужную вам пару кроссовок за свой счёт. Вы же оплачиваете только первый взнос, который по промокоду моего канала «Оранж» будет составлять 2000 рублей. Остальную сумму можно оплатить при получении товара. Спешите, ребят, промокод действует только две недели. Откроет наш топ самый олдскульный игрок из тех, которые будут здесь представлены. Дейл Элис не самая большая звезда в истории НБА. Правильнее назвать его, наверное, звёздочкой, которая внезапно вспыхнула во второй половине 80-х и достаточно скоро погасла. Несмотря на это, было в его игре то, что оставалось неизменным до самого конца карьеры. Его потрясающий навык в исполнении трёхочковых бросков, и это даже не в эпоху нулевых. Человек выбрасывал по 4, а то и 5 попыток трёшек в среднем за игру уже в 80-е. Закрепил данный акцент в 90-х и даже успел сыграть в сезоне 99-2000. Он бросал трёшки в трёх десятилетиях, успел реализовать 1719 и завершил карьеру с прекрасным процентом в 40 пунктов из-за дуги. Десятое место. Дейл Элис. Пежа Стоякович был одним из ключевых игроков великолепных Сакраменто Кингс нулевых годов. А его главным качеством в игре была, конечно же, бескомпромиссная стрельба с трёхочковой дистанции. Человек в целом прекрасно выполнял броски любой сложности, от штрафных с процентом до 90+, до тех самых трёхочковых с карьерным показателем в 40%. За какую бы команду он впоследствии не выступал, в каждой были на 100% уверены, что приобретая Серба, они получают настоящее смертельное оружие на периметре. Абсолютно заслуженное девятое место. Стив Нэш легендарный игрок, который прославился множеством баскетбольных качеств. Дриблинг, баскетбольное IQ, уникальный пас, скорость и ловкость. А как насчёт трёхочкового? Не забываем, друзья, ведь Стив был одним из лучших исполнителей дальних бросков в нулевые годы. Нэш попадал с практически 43% показателем. И оказался бы куда выше в моём списке, если бы бросал чуть чаще. Но три попытки в среднем за матч и всего лишь 1685 попаданий за карьеру выглядят не совсем убедительно, если рассматривать достижения игрока в совокупности с количеством попыток, попаданий и общим процентом. Тем не менее, Нэш действительно крайне недооценён в этом аспекте, как минимум потому, что его довольно редко вспоминают в данных дискуссиях, а очень зря. Стив Керр – гениальный спортсмен. Чемпион как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Умнейший специалист своего дела, который в 90-е зажигал так, как многие не могли себе позволить. Керр буквально становился Джокером в руках Фила Джексона, если нужно было забить важнейший трёхочковый бросок. Он имеет лучший процент реализации из-за дуги среди всех снайперов, которые совершали хотя бы полторы тысячи попыток. Однако, общее количество попаданий в 726 штук не позволили мне поставить его выше. Уж извините. Вы скажете «эпоха», «игрок скамейки» и так далее. Но, друзья, Дейлу Элису это никак не помешало. Хотя он тоже был в похожих условиях. Да, Стив Керр – легендарный снайпер, без вопросов. Но я могу поставить его только на седьмое место. Один из моих любимых снайперов десятых годов. Джей Джей на моей памяти только и умел, что бросать трёхочковые. Особенно мне запомнился его период выступлений за Лос-Анджелес Клиперс, где он регулярно наводил шума своим быстрейшим релизом с получения. Джей Джей – образец стабильной, планомерной работы. За всю свою карьеру он успел совершить 4704 попытки дальнего броска, из которых реализовал почти 2000. В переводе на проценты это 41,5 пункт. Потрясающий результат, образец стабильности. Игрок по сути одного навыка, зато отточенного реально до предела. Переходим к тяжёлой артиллерии. Реджи Миллер, если смотреть только на статистику, не обладает каким-то уникальным процентом реализации. Его показатели еле-еле приближаются к отметке в 39,5% точности из-за дуги. Однако, этот человек знаменит своими важнейшими попаданиями. Он не был особо разносторонним игроком, если рассматривать его в качестве какого-то суперскорера или дриблёра. Зато он был настоящим мужиком, брал на себя решающие трёшки и, чёрт возьми, попадал их. Несмотря на не самый лучший процент, Миллер занимает третье общее место по числу успешных попыток – 2560. Настоящий зверь, хладнокровный баскетбольный киллер. Реджи Миллер открывает нашу пятёрку лучших снайперов в истории НБА. Когда Кайла Корвара выбирали на драфте 2003 года, под 51-м пиком никто и не думал, в какого крутейшего игрока он может превратиться. Тогда его обменяли в Филадельфию, а уже сейчас мы чётко можем назвать этого баскетболиста топ-5 снайпером в истории НБА. В моём списке он занимает даже четвёртое место, во многом за счёт своего долголетия и неперебойности. Чёткий механизм, который работал на протяжении 17 сезонов. Кайл реализовал лишь на 110 трёшек меньше, чем Миллер, но сделал это с куда более классным процентом – 43. При этом только в Атланте он был железным игроком старта, что делает его работу ещё более особенной. К несчастью для него и для его статуса, его вспоминают гораздо реже, чем того же самого Реджи Миллера. Но факт для меня остаётся фактом – Кайл Корвар даже лучший снайпер, нежели Реджи. Как-то раз бывший тренер Golden State Warriors Марк Джексон высказался, что Клей Томпсон в потенциале может стать лучшим снайпером в истории. И тогда многие смеялись, так же как смеялись с того, что их дуо со Стефом Карри называли лучшим бэккорд-дуэтом в НБА. Однако, по прошествии времени, этим людям наверняка уже не так смешно, как было тогда. Клей Томпсон превратился в настоящего рекорд-брейкера – человека шестую игру плей-офф, великолепного, если не лучшего кэтчем-три шутера ассоциации и баскетболиста, которому практически не нужно вести мяч, чтобы набирать очки. Клею достаточно один раз стукнуть в пол, чтобы после этого отправить мяч в корзину. Томпсон – лучший игрок в истории по количеству реализованных трёхочковых за матч в регулярном чемпионате – 14 попаданий. Как-то раз он набрал целых 60 очков за 29 минут на паркете. В плане так называемого баскетбольного воспламенения он, наверное, даже сильнее своего напарника по сплэш-дуо – Стефа Карри. Клей реализовал уже более 2200 трёхочковых за карьеру, и их было бы гораздо больше, если бы не та травма в финале 19-го. А всё потому, что железное второе место в данном топе на данный момент занимает крутейший, легендарный, потрясающий Рэй Аллен. Баскетболист, который в своё время начинал в качестве крутого скорора – это мы помним по его выступлениям за Милуоки и Сиэтл, а потом с возрастом переквалифицировался в лучшего снайпера НБА тех лет. Человек обладал сумасшедшим баскетбольным чутьём, хладнокровным рассудком и мягкой рукой. Он не просто забивал много, он забивал тогда, когда это было максимально необходимо. Леброн и его чемпионство 13-го года не дадут соврать. Аллен – лучший снайпер НБА до глобального переворота от шефа Карри. Это нужно уважать. 2973 реализованных трёхочковых броска. Ровно 40% попаданий и один из самых эстетичных релизов на все времена. Всё это Рэй Рэй. Серебро его. Да, думаю на этом моменте вы уже могли выключить видео, но не спешите. Давайте попробую высказаться про лучшего снайпера в истории вне формата. Не так шаблонно, как это сделали уже просто миллиард человек. Выделю главное. Карри не просто лучший по трёшкам. Это всем и так понятно. Даже тем людям, что баскет не смотрят. Он – человек-система. Человек, который играет лучше всех в лиге без мяча. И его работу очень легко недооценить. Несмотря в корень вещей. Сам шеф говорил, что в его трёшках главное даже не бросок, а то, что он проделывает перед этим самым броском. Его пробегание через 2-3 заслона. Его постоянная работа на ногах. Его поиски свободной позиции. Он не просто художник. Он настоящий трудяга, который вывел своё баскетбольное искусство на абсолютно недосягаемый уровень. Человек, перевернувший эпоху. Ставший вторым лицом НБА на пару с Леброном. А это дорогого стоит. Как и статус лучшего снайпера за всю историю существования НБА. Шеф приготовил, как говорится. А на этом в общем-то всё. Надеюсь, что данный топ показался вам как минимум занятным. Если вы не согласны с положением дел, с конкретными местами, то добро пожаловать в комментарии. Я не претендую на истинность в последней инстанции. Можем подискутировать. Да даже если согласны, то ваш комментарий очень поможет в продвижении моего ролика. Поэтому буду благодарен. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там всё самое свежее и интересное из мира НБА. Ссылка в описании. Я же прощаюсь с вами. Услышимся в новых видео. Любите баскетбол, ни в коем случае не болейте. Всего вам доброго и до связи.